Пропажа, пропажа! Пищала моль на весь мир. Пропал тапок, левый тапок пропал! Похищение из шкафа, юка, колобок, форменное безобразие, чудомище. Книги детских писателей сегодня можно не только прочитать, но и увидеть. Алтайские актеры озвучивают интересные отрывки из произведений, а их голос сопровождает сочная тематическая картинка. Старички же, вернувшись на кухню и не обнаружив колобка на подоконнике, сначала, естественно, опешили. Потом с подозрением прищурились друг на друга, после чего синхронно побожились и вздохнули с облегчением. Сила видеоряда и актерской игры. Детская рука невольно потянется к полкам с книгами. Живая детская книга Алтая нацелена на популяризацию региональной литературы среди школьников. Проект реализован благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив. Прежде всего, он заинтересует учеников первых, седьмых классов и их родителей. А педагоги и библиотекари могут использовать материал для организации внеурочной деятельности с детьми. Я думаю, что дети с удовольствием посмотрят, потому что прекрасные ролики создали, сами произведения замечательные. Учат добру, учат фантазировать, ярко реагировать на наш мир, радоваться, улыбаться и жить полной жизнью. Если радость станет легкой, то, похоже, будет радость на большой воздушный шаг. Писательница Евгения Гармс встречается с маленькими читателями, учениками третьего класса. Рассказывает о своей книге «Похищение шкафа» и показывает детям, как визуализировали ее произведения. Школьники вдохновляются и словом, и картинкой. Появилось желание прочитать эту книгу? Да, большое желание. А чем зацепило? Ну, что там так прикольно все рассказывается, о том, что вещи разговаривают, двигаются, это очень круто. У меня, как у писателя, есть мечта, чтобы книжка в библиотеке была такая потрепанная, зачитанная, чуть ли не до дыр. А вот проект нашего телеканала «Живая книга Алтая» не способствует популяризации алтайских авторов? Да, безусловно. Безусловно. Это очень классный проект. Я уже под впечатлением, как профессионально, как здорово получилось. И я бы сказала, современно. Проект стартовал в апреле 2023 года. Уже вышло 4 выпуска. К маю следующего года проект выйдет на финишную прямую. К этому времени появится 10 роликов. Покажут их в эфире телеканала «Толк» и «Бийского телевидения», а также на одноименных сайтах. Но главное, ролики точно увидят больше 2000 ребят из Алтайского края в библиотеках своих городов и сел. Вместе с педагогами они смогут обсудить их сюжет и при желании прочитать понравившуюся книгу. Не пропустите. Детский мир в этой истории увлечет даже взрослого. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.